Штучка Венедиктов, последним персонально ваш, снова оказался посильнее Гетовского Фауста. Какой плодовитый классик. Очень подробно по буковкам, практически открытым текстам, он во второй раз подряд поведал, что гордость русской дипломатии Чуркин был отравлен на своем рабочем месте и, к сожалению, не пиндосами, а коллегами, или точнее, как их называют на мидовском сленге, соседями. Ничего личного, исключительно интересы Рейха. В ставке «хорошего Гитлера» изменилась концепция по якобы письму, якобы Юнуковича, якобы с просьбой, а якобы вводе войск. На сегодня не было такого письма. А Чуркин, как та проститутка или рабочий, я уж не помню точно, из поэмы Маяковского, она спала с Лениным и она знала все. А во многом знании, как известно, много печали. Все разрешилось по понятиям, государственные похороны по высшему разряду, персональная пенсия безутешной вдове, трогательный Реквиум Саманты Пауэрс. Много еще чего другого, прямо или косвенно дискредитирующего первое лицо, было в последнем выпуске «Персонально Ваш» и по Боингу, и по Ту-154, и по Дубровке. В общем, материала в передаче «Персонально Ваш» от 10 марта было сразу на несколько гаак. В последний раз ААВ Венедиктов был столь же решителен и отважен в ноябре 2015 года, когда он также настойчиво в той же передаче несколько раз пытался докричаться до общества, сменяющейся всей информацией о торговле Путина и осада нефтью ИГИЛ. Никто, кроме меня, не попытался тогда помочь ему в этой благородной миссии. Напрашивается три вопроса, откуда ААВ получает столь чувствительную информацию, зачем он с нами ею делится и почему, уж простите, он до сих пор жив. В серии статей о кроте я уже дал свой один и тот же ответ на все три вопроса сразу. Как собеседник, приглашаемый в минуты роковые на пиры всеблагих, наш крот пользуется доверием и покровительством некоторых влиятельных всеблагих, которые используют его как информационный ресурс для трансляции своих сигналов. В последние дни, после того, как провал операции «Трамп наш» стал очевидно всеблагим, плотность подобных сигналов резко увеличилась и используется для их передачи не только патентованный крот и его радиостанция, но и близкие по духу дождевые черви. На перебой предлагаются различные сценарии большой сделки с Трампом, уже без Путина в том числе, с видными оппозиционерами. Но что характерно, путинские элиты, похоже, действительно дружно готовы слить Путина, но не свои коллективные имперские фантазмы. Во всех замышляемых ими без Путина сделках со все еще Трампушкой фигурирует и Крым наш, и какие-то «сферы влияния» и обязательно почему-то нейтральная Украина. Нейтральная, интересно, в отношении какого конфликта. Нейтральная в агрессивной войне, развязанной против нее Россией, нарушившей с десяток двусторонних и международных договоров. А что касается сфер влияния или доминирования на постсоветском пространстве, так как эти элиты, в этом числе и оппозиционные, 25 лет не могут понять, что никому из бывших салагерников по советской зоне они нахрен не нужны со своими комплексами. О чем бы они там ни договаривались за спиной с каким-нибудь Трампом, тем более что никакой Трамп не будет с ними договариваться. Свою самую выдающуюся представительность элиты могли сравнительно безболезненно сдать в 2010-м, подписав обращение «Путин должен уйти», или в 2011-м, когда в Москве 100-150 тысяч людей выходили на митинги протеста. Но они предпочли влиять на власть, и вместе с ней, социально и ментально близкой, совершили с тех пор массу преступлений против других народов и государств, в которых, судя по их постпутинским мечтаниям, продолжают упорствовать. Неспособность элиты неформально на бумаге, а внутренне психологически воспринимать всерьез независимость братских стран, ее поразительная глухота к возможной реакции наших соседей, духовная лень, имперская спесь, не позволяющая попытаться взглянуть на себя их глазами, все эти замечательные качества вождей российской криптократии закономерно порождали цикл отчуждений и вражды на всем постсоветском пространстве. Перманентный провал всех попыток «доминирования» в кавычках самодовольно провозглашенной ими зоне своих привилегированных интересов заставляет кремлевских фигурантов списка Forbes испытывать фрустрацию, а то и унижение, о котором непрерывно вещают на всех российских и зарубежных психоаналитических кушетках наши внешнеполитические витии. Безумная концепция русского мира, ученически заимствованная вождем разъединенного арийского племени у гитлеровской внешней политики 30-х годов прошлого века и позорная попытка ее практической реализации в Украине стала апофеозом четвертьвековой оргии унижения России. Выступила в отношении Украины в самой унизительной роли насильника импотента. Пациент дал, наконец, ответ на вопрос, давно уже беспокоенных его неадекватным поведением окружающих, о природе его униженности. «Русский человек оказывается унижен, когда он не может безнаказанно топтать и расчленять своих бывших собратьев по строительству платоновского котлована». Андрей Пянтковский «Русский человек оказывается унижен,